Вот какие новости приходят сейчас из Казахстана. Итак, новый президент, хотя какой он новый, он уже не новый президент Такаев, а назовем его так, диктатор, ФСБшный диктатор Казахстана по фамилии Такаев методично избавляется от силовиков, которых назначал в свое время Назарбаев, Елбасы Назарбаев. И сегодня дошла очередь до заместителей начальника КНБ, это Комитет Национальной Безопасности, аналог нашего СБУ в Казахстане. Уволены были два зама, это Марат Осипов или Осипов и Даулет Ергожин. Это люди Назарбаева, ранее уволили главу Комитета Национальной Безопасности, который Карим Максимов, не Максимов, а Максимов. Который тоже был человеком Назарбаева. Таким образом, Такаев полностью избавляется от людей, связанных каким-либо образом с бывшим президентом Назарбаевым. Что с ним, кстати, до сих пор непонятно. То ли одни говорят, он находится в Китае, другие говорят в России, третий в Дубае, а еще есть мнение, что уже нигде. То есть, в чем правда, сказать невозможно, потому что правда ни от кого добиться невозможно. Такаев лжет постоянно, его пресс-служба лжет, и слова правды там не узнаешь. А бывшие пресс-секретари Назарбаева и так далее, они, видимо, находятся под угрозой со стороны Такаева, и тоже лгут то, что им говорят. Говорят то, что им говорят говорить. То есть, что произошло с Назарбаевым, непонятно в этой ситуации. Понятно одно. Назарбаев, ничего хорошего о нем сказать нельзя, конечно. Он сделал своих детей миллиардерами. Они обчистили карманы каждому казаху. Но хотя бы Назарбаев сохранял видимость независимости Казахстана. Когда пришел Такаев, который, судя по всему, является агентом ФСБ, вообще агентом иностранного государства, он отбросил всякую видимость независимости Казахстана и начал, собственно говоря, активный вход Казахстана в состав Российской Федерации. То есть, сейчас увидите, он будет шаг за шагом сначала избавляться от тех людей, которых поставил Назарбаев. Собственно, это уже происходит. Сначала он это делает по городу Нур-Султан, который уже, наверное, не Нур-Султан. Я вообще не понимаю, как он теперь называется. Астана или Акмала, или может вообще там старое советское название. Понятия не имею. Скорее всего, я думаю, вернут старое советское название. Поскольку Казахстан он собирается ликвидировать, то, наверное, будет теперь русское какое-то название. Но не знаю, не буду говорить. Я просто предполагаю, что он сделает. Таким образом, он избавляется там. Потом, я думаю, он пробежится быстренько по Акиматам. Понятно, что эти местные Акимы, они быстренько перестроились, поняв, откуда дует ветер. Но поскольку их всех назначал Назарбаев, или это люди Назарбаева, или связано с Азарбаевым, я думаю, что у них тоже головы полетят в переносном смысле, что их всех удалять из власти. Так же, как удалят тех, уже удалили тех, кто сидел в столице. Удалят абсолютно всех. И везде будут расставлены уже ставленники самого Такаева на всех местах. А ставленники Такаева, это будут люди уже, которые ориентированы на Россию, на Москву, с тем, чтобы окончательно закрыть проект государственности Казахстана. То есть, нивелировать его, уничтожить Казахстан и сделать его частью Российской Федерации. Такая, судя по всему, поставлена задача, и она успешно выполняется. Такая лжет каждый день о том, что так называемый ограниченный контингент советских войск, российских войск в Казахстане, это 2,5 тысячи человек. Это ложь от начала до конца, их там уже до 20 тысяч. Фактически, вот эта вся банда российская, которая собиралась типа вторгаться в Украину, естественно, побоялась вторгаться, потому что от нее здесь осталась котлета, а может и котлеты бы не осталось, форшмак бы с нее получился. Но пока она показывала видимость вторжения в Украину, демонстрировала всеми силами и фибрами, ее использовали для того, чтобы напасть на Казахстан. Задача была совершенно другая. То есть, по всей видимости, вот эта вот свистопляска вокруг границ Украины просто была призвана обеспечить внезапность вторжения в Казахстан, которая планировалась, я уверен, заранее. И я об этом тысячу раз говорил. Я говорил, что на Украину он не нападет, просто потому что это самоубийство для него. А казахская армия дезориентирована. Казахская армия сегодня представляет собой образец украинской армии 2013 года, когда у нас в Украине все высшие военные чины имели российское гражданство. У них не было ни чести, ни совести, ни родины у этих людей. Само собой разумеется, что они моментально предали Украину и главком ВМУ, и главком вообще. То есть, они все перебежали на сторону врага и оставив без головы, если вы помните, как Россия легко вошла в Крым за счет предательства. Точно так же Россия легко вошла сегодня в Казахстан. Если у Украины на сегодняшний день, после того, как мы поняли, что Россия враг, что Россия ничего хорошего от нее ждать не приходится, у нас сегодня заменили абсолютно весь офицерский состав, который потенциально мог стать изменниками в потенциальной войне с Россией, то в Казахстане этого сделано, естественно, не было. Назарбаев никогда в жизни не декларировал курс на Европу, на НАТО, на Китай, на куда угодно. Он всегда декларировал, это была самая главная его ошибка, он декларировал один курс на Россию. Ну вот вам и кается курс на Россию. Это уже не казахам, это всем остальным. Это узбекам теперь, это туркменам теперь, это азербайджанцам теперь. Вот вам курс на Россию. Слушайте, смотрите на Казахстан. Смотрите на Украину 2013 года. Украина 2013 года, Украина Януковича. Курс на Россию. Что у нас получилось? У нас получился Крым, у нас российская армия вторилась на Донбасс и 15 тысяч убитых. Сколько убитых в Казахстане, сейчас одному Аллаху известно. Потому что россияне, они там в Алматы контролируют 2 или 3 улицы в общей сложности, но они же залетают на другие улицы и просто стреляют во все стороны по всем людям, по всем, кого видят. Сколько там людей, посмотрите на очереди перед Моргами. Там нету интернета, там этого ничего нет, но иногда, каким-то образом, выезжая на границу Киргизии, еще куда-нибудь, им удается передать какие-то видео и посмотреть, что там творится. Их там нету, убивают казахов просто так. Таким образом, ребята, происходят, вы знаете, происходят такие события в Казахстане, которые, ну и присниться-то не могли раньше. В самом страшном сне. То есть, такая полностью сдает страну Путину. По заранее запланированному плану. Кстати, завтра у Путина будет замечательное, такое, знаете, на переговорах с НАТО, начинаются которые, вот, у него будет совершенно замечательный козырь еще один, это Казахстан, который он фактически захватил, ну нельзя сказать без единого выстрела, сейчас еще стреляют и стреляют, дай бог здоровья. То есть, там они выдают желаемое за действительное. Но он себя уже позиционирует уже не как правитель Московии, он себя уже позиционирует, вы знаете, как вот генеральный секретарь ЦК КПС, именно Советского Союза. То есть, он уже полностью, поскольку Казахстан для него уже, с его точки зрения, уже съеденная территория, это уже часть России, соответственно, он уже себя позиционирует теперь, как глава Советского Союза, который он возвращает, возрождает, он возрождает Советский Союз, он возрождает ГУЛАГ, тюрьму, большое, короче говоря, он хочет возродить кладбище величиной 22 миллиона квадратных километров, таким, как это кладбище было при Сталине, Ленине и вот этой прочей Камарилии. Таким образом, вот, начали мы с перестановок в Казахстане, а закончили глобальными вещами, потому что Путин смотрит на мир, да, при все его это самое, глобально, и с его точки зрения, кладбища величиной с Россией не хватает. Нужно кладбище величиной с СССР.